Кабан, ты чё такой грустный? Чё, по тюрьме соскучился? Дурак шо я. Эти новые менты – козлы. Типа ты мне Африку открыл. Менты – козлы по жизни, а новые или старые – это по барабану. Не, ну те старые козлы, конечно, конкретные были, но эти новые намного козлее. Слушай, Кабан, ты причитаешь хуже моей мамаши. Растолкунь нормально, в чём дело? Ну вот ты мне скажи, сколько бы лет ты мне дал? Я чё, тебе прокурор шо ли? Ты дурак шо ли? Выгляжу я на сколько. Ну вот, посмотри, внимательно. Ммм, так сорокет с натяжкой. Ну сорокет. А посмотри, что они в Маляве пишут. Гражданин лет пятидесяти. Каких нахрен пятидесяти? Мне ещё тридцати пяти нету. Да ладно, Кабан, ты чё, тёлка из-за возраста расстраиваться? Какая тёлка? Я тебе говорю, менты новые, козлы. Ты читай вверху. А чё, разыскивается неизвестный ограбивший банки, чё? Неизвестный? Какой я нахрен неизвестный? Меня тут с детства каждая собака знает. Вот раньше менты были с уважением, с понятиями, разыскивается всем известный Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения по кличке Кабан, а сейчас неизвестный лет пятидесяти козлы. Да ладно, Кабан, чё ты? Дай им время притереться, пообщаться, познакомиться. Да ещё и фотку неудачную выбрали. Ну, посмотри, ну, где он, где я? Неизвестный с неудачной фоткой. А, тут ещё написано плотного телосложения. Козлы я в санаторе, козлы. Конечно, козлы. Я похудел, между прочим, на 1,5 кг. Да ладно, Кабан, не расстраивайся, сейчас что-то придумаю. Придумаем. Эй, ментёныш, иди сюда. Пиши, короче, Кабанов Макар Юрьевич, 83-го года рождения, 1983-го, чё ты пишешь? Да цифрами пиши, ты чё, прикалываешься? По прозвищу Кабан. По кличке. А, в натуре. Зачеркни прозвище, пиши, кличка Кабан. Неоднократно осуждённый по статье «Разбой», нападение на милиционеров. Чё ещё? Стройного телосложения. Да, в натуре, пиши. Самый красивый Кабан на районе. Не, ну не самый красивый. Да самый, не скромничай, самый-самый. Пиши, самый красивый Кабан на районе. В данный момент разыскивается за вооружённое ограбление банка. Чё это? Чё это? А, точно, в натуре. Красава. Держи. Пиши, в данный момент вооружённый очень опасный. Очень. Чё ты хотел добавить, Кабан? А, я это, да. Мама! Да стой ты, блин. Да я ж сдаться хотел. Но не козлы, а. Матурь Кабан, эти новые ещё козли. Никакого уважения к авторитетам. Вот козлы ещё на предохранитель не ставят. Да я вам базарю. Я у этого дрыща взял телефон, чтобы смс-ку черкануть, любимый. А в глаз ты ему зачем дал? Так это была приватная беседа, а он подглядывал. Ясно. В участке разберёмся. А у тебя ключи? Я тебе что, паспарту? Ты ж за рулём сидел. Как? Блин, ключи в машине. Да что ж, за день-то сегодня такой. Опять над нами весь участок ржать будет. То кошка рожу расцарапает, то бомжи шокер отберут. Теперь это... Чё делать? Эй, бля... Блюстители. А хотите, я вам тачку открою? А ты умеешь? Как два пальца об асфальт. Знаешь, сколько я таких вскрыл? Ну, в смысле, а? Скольким добрым людям помог? Я ж типа Бэтмен. Помог и скрылся в темноте. А ну, вот с этого места поподробнее. Ладно, ладно. Ничего. Открывай, Бэтмен. Ага. Ну, добазарились? Я вам открываю, а вы мне свободу. Ни о чём таком и не добазаривались. Ну, ладно, тогда пойдём пешком. А уже в участке я всем расскажу, как вы лоханулись. Поверьте мне, ржать будут все. Я ещё тот стендап-комик. Вот смотрите. Всем привет. Меня зовут Кабан. Я расскажу, почему менты лоханули. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Отпустим. Чего? Ну, телефон мы потерпевшему вернули? Вернули. Вернули. Ну. Открывай. Только вы отвернитесь. Зачем? Настоящий иллюзионист не открывает секретов своих фокусов. Женщик. Ты чё натворил? Копперфильд хренов. А в чём базар? Как договаривались, тачка открыта. Значит, я свободен. Вали уже. Что делать? Слушай, давай скажем, что на нас банда напала, и мы там еле отбились, и всё такое. Думаешь, прокатит? Ну, хуже точно не будет. Кажется, будет. Эта банда у нас ещё магнитолу украла. Кабан! Так, день милиции. Нет. 8 марта. Нет. Блин, то вроде же больше и праздников-то нету. Здорово, вначале. О, кабан. Что за срочная срачность? Прямо с толчка сорвали. Чаёк? Чёрный, зелёный? Спирт. Пей чай. Кабанчик, ты же это... Ты сейфы открывать умеешь? Что, хотите на меня висяк повесить, да? Не-не-не. Так дело не пойдёт. Это вообще не моя тема. Рэкет, коп-стоп, пожалуйста. А вот это сидеть с наушниками, что-то слушать, это вообще не моё. Да не, кабанчик, у нас тебе дело посерьёзнее. Шо, наконец-то согласны на мою тему? Отлично. Когда идём на дело, как делим, какие доли? Да какие нахрен доли? Сейф наш. Ну, вы просто код забыли. А, я знаю этот разводня. Короче так. Либо 50% от того, что в сейфе, либо ищите сварщика. Кабанчик, какие 50% в этот служебный сейф, там документы, оружие. Чё тебе, я шесть патронов буду должен? Или я тебе пол корочки лейтенанта, или пол бутерброда. Я не знаю. Это ж вы, дебилый, кот, забыли. Так что давайте думайте, как меня заинтриговать. Ладно, хорошо. Мы к тебе на твой вызов на 10 минут позже приедем. На 15. 10. Ладно, на 10, но без собаки. Ладно. Добекались. Где сейф? Так. О-о-о! Сложная система. Австрийская. Да какая нахрен австрийская? Я его на рынке за шесть патронов выменял. Значит, повезло. На лоха попал. Реально сложная система. Есть сигарета? Зачем тебе сигареты? Для дела. Блин. Кабан, ты ж сказал для дела. Я ж не сказал, что конкретно для этого. Спирт давайте. Что, тоже для дела? Не, это для души. Кабан, да в том-то и дело, что спирт в сейфе. А, тогда я, когда его открою, он мой. А ты не охренел условия нам тут ставить? Ты мне жену мою напоминаешь. До первого секса. Ну. Ну ладно, тогда ищите сварщиков. Ладно, спирт твой. Половина. Добегались. Ну. О! Нужная штучка. СМЕХ СМЕХ Отвернитесь. СМЕХ Это она долго? Парусик. Ну, парусик. Отворачивайте. Да, 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 хорошо. Распайтесь. Что, все, открыл? Не, не шмух. Ну, это система сложная. Я тебе говорил, у него руки и жопы растут. Короче, Кабан, ничего из тебя в жизни не получилось. И не получится. Тут ты прав. Ну все, я пошел. Расстоять. А что, тебя перегаром несет, а? А это... Ацетон пошел в мышцы. Какой нахрен ацетон? А это что такое? Ну, если я скажу закусон. Поверишь? О! Кстати. Вот и приводились. Двойные сигаретки. То есть я хорошего закусона, надо закурить. Вызывайте сварщиков. Прямо. Быстро вызывайте сварщиков. Домой хочется. А есть еще ночные сварщики? Да. А вот шестерочка. На девять. А девяточка. На больницу. И... На хера так делать? Ну больной. Что, перебухались, да? Здорово, пацаны. Здорово. Здрасте. Что, здрасте? Забор покрасьте. Где уважение клиентов? Здравствуйте. Здравствуйте. Короче, тема такая. Вот эту тачку надо как-то по-особому обделать. Тюнинг, шмонинг там. Поподробнее можно? Ну что, поподробнее? Вот надо, чтобы я вот так ехал, а меня вокруг все уважали. Понимаешь? Так это вам надо другую тачку покупать. Ты думаешь, я баран, шо ли? Я синкрасен, шо другую тачку. Так нельзя ж светиться. Налоговая сейчас, знаешь, как дрючат. Я вон налоговой пока объяснил, что у меня сынок учится в Лондоне только потому, что хорошо сдал ЗНО. Прикол, да? Прикол. Ну? Про тачку рассказывайте дальше. Ну шо, короче, надо, чтобы конкуренты боялись. Ага. И шо бы вот если я, допустим, приехал на работу, ну там, точку какую-то отжать, шо бы народ не обращал внимания и не кипишевал. Ага. Хорошо. Сделаем. Приступайте. Э, а деньги? А, не вопрос. Сейчас. О, на двоих вам. Тебе и тебе. Да ладно, не ссыте, она учебная. Короче... Блин. Не учебная. Ладно. Это все приколы. Вот это аванс. Работайте. Ну, самоделкины, давайте удивлять. Та-та-ра-та-та-та-а. Движение по городу без ограничения скорости. Более того, все дорогу уступать будут. Можно придеть. За рулем по телефону никто слова даже не скажет. Повышенный уровень уважения. Дополнительная возможность борзеть и беспределить. Можно прессовать людей прямо на улице. Им будет пофиг. Интрига бешеная. Ну, давайте. Горбанная дробь. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И! Прикол! Ментовская тачка. Ага. И шо, и люстра рабочая? Естественно! Ага! Натуре! Мы даже рацию на волну, брат, вы настроили. Да ладно. Да. А ну. Лысый Косому, лысый Косому. Едем на отжим ритуалки на северное. Как в твоем. Пацаны, пацаны, я в теме. Блин, красавцы самоделкины. Красавцы. Зайчайте еще. Кабан, вот зачем-то я грабил ларек со сладкой ватой. А чтобы детишки зубки не попортили. А зачем зубы продавцу выбил? Ничего страшного, зубная фея ему все компенсирует. Ты, Кабан, эти сказки для суда прибереги. Так, все. Это все надоело. Ну-ка, срочно выпустите меня отсюда. Кабан, ты что, дурак? Во-первых, не Кабан, а майор МВД Кабанов Николай Алексеевич. Майор? У вас там что, целая структура? Министерство воров и дебилов? Министерство внутренних дел. Пять лет назад я был внедрен в преступную среду для проведения секретной операции. И сегодня завершающий этап. Для какой секретной операции? Ограбление ларька со сладкой ватой? Это всего лишь одно из звеньев сложной цепи операций по поимке очень опасных преступников. Кабан, ты что, дебил? Может быть, полковник Соколов и генерал Карпенко тоже дебилы? А? Дай-ка телефон, я сейчас его наберу. Кабан, да подожди, не надо. Ну-ка встать, когда разговариваете со старшим позвонием. Товарищ майор, разрешите доложить? Докладывай. Мы не были осведомлены о проведении секретной операции. Естественно, кто же вам, тупоголовым, доверит такую важную информацию? Не могу не согласиться, товарищ майор. Быстро открывайте. Открывай бы, стоишь, сопли жуешь. Давай быстро. Из-за вас тупорей я не успеваю на секретную базу. За обмундированием. Быстро, мне нужен пистолет. Быстро! Так, а нам ведь не положено табельное оружие отдавать? Ты хочешь помешать проведению секретной операции? Товарищ майор! Возьмите мой. Молодец. Рад-со-рад-со. Отмечу тебя в рапорте. Еще мне нужно средство связи. Телефон. Пожалуйста. Резервный. Ага, пожалуйста. Ну вот и все. Пойду я. Дай бог, с видимся. Омне отс... Сырре! Вольно! Слушай, а вот это мы чуть не попали. Прикинь, а кто же мог подумать? Кабан и генерал Карпенко. Да, это ж... Ёлки-палки... Да он же все на стенде вот этом прочитал. Кабан! Кабан, стоять! Стрелять буду! Нет, стрелять не буду. Кричать буду! Ха-ха-ха! Круто! Так, и кто тут у нас? Кабан и Борзый. Что стоим? Злоумышляем, граждане, ассоциальные алименты. Какие мы тебе менты? Ничего мы не злоумышляем, стоим на небо любуемся. Угу. Значит, вчера вы любовались на иномарку, позавчера на сотовый телефон, а сегодня я любуюсь на это все в сводках. Да не боись, не сопрем мы твое небо, а? Не гони, начальник, у нас даже стремянки нет. А, стремянки. Да, значит, вы просто стоите и смотрите на небо, да? Привычка, так сказать, выработанная годами. У тебя за десять лет, а у тебя, если не ошибаюсь, за три. Слышь, начальник, ты что, кроме сводок своих вообще ничего не читаешь? Сегодня же солнечное затмение. Такое событие бывает раз в триста тысяч миллиардов лет. Солнечное затмение? А почему же солнце видно тогда, а? Так, ясен пень чего. Затмение видно только через копченое стекло. Ага. А через вареную пластмассу его не видно? Да ты что, начальник, это же во всех книгах по астрономии написано, которые вы в СИЗО зайкам читать раздаете. Выходит, мы сидим и умнеем, а вы сторожите и тупеете. Слышь, Кабан, ты это, говори, говори, да не заговаривайте. Изучал я астрономию, я просто вас проверял, правда ли вы эти книжки читаете, а не просто их на самокрутки берете. Ладно, давай свое стекло сюда, давай. Да сейчас, разбежался, аж пенжак завернулся. Пятьсот. Сколько? Это грабеж. Грабеж, начальник, это у честных граждан типа нас, которые свое уже отсидели, отбирать их личные стекла на халяву. Вот именно. Нет бабок, нет затмения. Ладно, на, давай покажу, как пользоваться. Так становишься, смотришь. Самая красота будет, когда солнышко сядет. Оно, кстати, за УВД садится, ну куда все садятся. На, смотри, дугуйся. Э, подожди, солнце видно. Ты это, один глаз плотно закрой, а второму дай попривыкнуть. Сейчас будет затмение. Да блин, фигня какая. Возвращайте мои пятьсот гривен. Ну, сволочи, а. Поймай, будете у меня сидеть, пока всю библиотеку не прочитаете. От корки до корки. Астрономы, блин. Давай, кабан, шевели копытами. Начальник, то я не фотогигиеничный. Фотогигиеничный? Мы всем отделом смотрели видео с камерой видеонаблюдения. Ты там очень хорошо получился. Во! На десять лет наснимал. А ты ничего не докажешь. Я там был в маске. В маске он был. Здрасте. Здрасте. Нам надо сфотографировать вот это вот поросенка. Фотосессия в стиле криминал? Да нет, обычное фото. Наличное дело. У нас же штатный фотоаппарат кто-то украл, продал и не поделился. Давайте, снимайте его. На каком фоне хотите фото? Могу предложить кирпичную стену или тюремную камеру? Да просто на обычном белом фоне. Снимите его и все. Белый фон западло. Слышишь дрыщ? А можешь сделать меня, что я типа на шезлонге лежу, вокруг меня тёлки загорелые и я типа на Мальдиву. На белом фоне. Давай, кабан, чешик стене. Сразу видно, вкуса у вас нет. А вариант с Мальдивами неплохой. Кабан, ну развернись ты. Сам сказал, к стене. Так, хорошо, смотрим в камеру. Ну вы хоть улыбнитесь, что ли? Кабан сказали улыбнуться, улыбайся. Прекрасно, работаем. Раз. Отлично. Странно. На всех фотографиях один и тот же блик. Это у него фикса отблёскивает. Кабан, можете её выбить, а? Головой. Хорошо, не улыбайтесь. А можете сделать героическую позу так, скрестив руки на груди и смотрите уверенно в кадр? Как я тебе это сделаю? Меня тут браслетики мешают. А можно это снять? Не положено. Вы хотите фотографию или что? Уберите это. Блин. Давай, не быкуй. Это же ради искусства. Ради искусства, ради искусства. Прекрасно. Руки. Да. Отлично. Отлично. Очень героично. Очень героично. Эпически просто. Эпично. Ну вот, смотрите, совсем другое дело. Видите? Вот. Кабан, у тебя лучшее фото в отделе будет. Спасибо, дрыщ. С меня причитается. Подождите, а фото? А? Точно. А давай меня сфоткай вот так. Братва вообще офигеть. Давай. Смотрите, какая красота. В натуре красивый фотоаппарат. Пойду, брат, мне покажу. Спасибо, дрыщ. Ага. 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 Ну рассказывай, Борзый. Нахрена ты из машины магнитолу украл? Я её не украл. Я её купил. Зачем? У тебя машины нет? Ну это типа как фундамент. Ну с чего-то надо начинать, правильно? Тёлочки на районе любят когда с машиной. Какой фундамент? Чё ты несёшь? Давай рассказывай, кому ты хотел магнитолу сбагрить. Да не хотел её сбагрить. Я друзьям сюрприз готовил. Друзьям? Слышал? Да твои друзья все давно на нарах чалятся. Если я вам скажу, это уже будет не сюрприз. Какой сюрприз? Борзый. На видеорегистраторе чётко видно, как ты проходил мимо машины, из которой была украдена вот эта магнитола. Ну так если на регистраторе чётко видно, что я проходил мимо машины, какие ко мне вопросы, начальник? Ты вон каждый день мимо банка ходишь. Может ты его ограбить хочешь, а? Ты чё сильно умный, борзый? Я не понял, вопросы, начальник. Так, короче, всё, заканчиваем этот цирк. Давай, передавай дело в суд, пусть там с ним разбираются. А вот с этим я согласен. А ещё в довесочек пару висяков туда добавим. О, давай ему ещё и аморалку впихнём. И аморалочку. Ладно, ладно, скажу. Ну, говори. Вам я сюрприз готовил, а вы всё испортили. Нам? Ну да. Вы ж меня принимаете часто, на путь истинный наставить пытаетесь. Ну вот я и хотел вас отблагодарить. У вас же в Бобике музыки нет? Ну, да. А без музыки как-то скучно ездить. Согласен. Ну, это тогда, получается, совсем как бы другое дело? Ну, так я думаю, что это дело тянет так на мелкую хулиганку. Согласен. Ещё резину хотел вам подогнать, ага. Ризин. А тут, получается, следствие вообще зашло в тупик. А я вот думаю, крыныца, а чё это мы такого хорошего человека в клетке держим? Так, получается, не за что. Давай, борзый, выскакивай. Да ну вас такой сюрприз испортили. Борзый, ну чё ты обижаешься? Ну мы ж не знали, ну правда. Ну, давай сделаем, как будто ты вот зашёл, нам её даришь, а мы такие типа не знаем. Ну. И вы чё, типа удивитесь, да? Мы такие, о-о-о, борзый, о-о-о, бахнетолог. И типа обрадуетесь. Конечно. Ну хорошо, сейчас посмотрим, какие вы актёры, а ну. Сейчас так обрадуетесь. Давай, давай, давай. Оскара сейчас получим. А мы такие типа сидим с тобой, да, и ждём. Угу. А кто это нам магнитолу подарит? От борзого ты кончил. Борзый, ну давай, заходи уже. Давай! Борзый! Ну чё? Так, а нет его. А где? Что? Точно. За резиной побежал. Давай пока перекусим. Давай. Я консервы взял, твою люб... Дима, я... Борзый. Борзый! И он мне, прикинь, говорит, а кто ты такой? Ого. А ты шо? Ну я такой сразу, да ты кто такой? Ну, а он шо? А он, прикинь, такой, а ты кто такой? Фигась, а ты шо? Ну я такой... Молодые люди. А ты кто такой? А, эээ, здрасте. А вы распиваете спиртное в напитке в общественном месте, это запрещено законом. Так тут пару бутылок. Это шо пить, это так, вкус вспомнить. Ну и шо? И он такой... Если вы сейчас не прекратите, вы вспомните вкус обезьянника. Да я его как-то не успел забыть за пару дней. Ну начальник, ну реально шо нам выливать его? Ну зачем выливать? Мы ж не звери. Просто наденьте пакет, я не буду видеть, что вы пьете, и пейте себе спокойно дальше. Ну как скажешь, начальник? В пакет так пакет. Вот так. Слышь, а реально в пакете намного прикольнее. Не зря они называются пакет для мусора. Слышь, правильно, пакеты для мусоров. Разрешите? Ой, что-то случилось? А, нет. Меня в школу вызывали просто по поводу сына. А, вы папа. Что ж, вы не приходите, мы вас все ждем-ждем. Работы много. Вот по дороге решил заскочить. Так проходите. Да, конечно. А вы за дверью подождите, я пока с этим папой поговорю. Я буду ждать за дверью, честно-честно. Ну что? Да, сейчас. Не может он за дверью подождать. Я ж говорю, только с работы. Ну что ж, проходите. Так, вы у нас попинка. Да, Витя Попинка. Попинка? Мент с фамилией Попинка. Ахаха. Так вот, ваш сын курит, Попинка. Опача. А это сто семьдесят пятая пункт один. Ты за это штрафуешься. Подождите, как курить? Это невозможно. Ну вот так вот. Их застукали за школой. Они там распивали алкоголь и курили. О, тыцпердец. Это уже сто семьдесят восьмая. Ты за это тоже штрафуешься. спиртное распивали какое возможно ну вот так вот он украл классный журнал и это дело они отмечали за школой а это уже криминал 185 ты шо закроешь своего собственного сына у не сыппенка я за твоим сыночком пригляжу а это какая-то ошибка этого не может быть мой сын только в этом году в первый класс пошел ему семь лет проверьте видите поппинка ой извините пожалуйста это ж однофамилец ваш провинился у вас же витя поппинка нам нужен папа вася поппинка десятый д класс видите десятый д какой он нахрен поппинка он поппинка за поппинка я в школе зуб выбивал подождите то есть вы папа вася поппинка ну да теперь понятно что на родительское собрание не ходил сиплы ты тоже поппинка чё это тоже ты не путай ты поппинка а я поппинка вызовите ко мне младшего поппинка сюда я смотрю у вас преступления схожи думаю вас в одно дело объединить чего это ну ты же просил меня свиданку с родной вот я тебе и устрою вода на 3 а лучше на 10 пока мой день школа закончится в отличие и станет полицейским эй да да проходите здрасте здравствуйте вы по записи а я как только мотор затроил сразу сюда в больничку что простите по тур затроил что не понимаешь но вот так вот что например и еще и те фильтра надо прочистить это и туда чего попала посчитать разбору мужчина вы ничего не путаете у нас здесь больница и мы лечим людей они фильтра меняем. А, и эти еще. Стойки надо посмотреть. Там что, уровень масла или что? А то поскрипывают как-то и похрустывают. Я не понимаю. Какие стойки? Я же говорю, это больница. Это не СТО. Вот баба, она и есть баба. Есть мужик у вас тут в больничке, чтоб в машинах разбирался. Главврач Олег Петрович. Давай, дуй за Олегом и за Петровичем. Дуй, давай. Так, значит, у нас мотор троит. Да? Фильтры забились. Забились. И стойки скрипят. Скрипят. Ну что ж, мне все понятно. Сейчас мы вам все назначим. Другое дело. Что назначим? У нас же для двигателей ничего нет. Викочка, мотор барахлит. Это значит, сердечко пошаливает. Фильтры — это почки. А стойки скрипят. Это вот. Гелем надо суставчики смазать. А-а-а-а, вот вы гений, доктор. Слышь, док. Да. И еще. Короче, выхлопуха у меня что-то коптит и детонация сильная. может, глянешь там? А-а-а, нет-нет-нет. Выхлопуха — это другой специалист. Слава богу. Давайте вас провожу. Это недалеко, вот здесь. Идемте. До свидания. Детонация. Хорошо, что бензонасосом не стал размахивать. А твой точно не вернется? Точно, точно. Он на неделю уехал в командировку в Испанию. На неделю? Да. Что же это он меня совсем не жалеет? Ой. Кстати, малыш, я набрала полную ванну воды. Давай пойдем поплещемся. Опять? Да. Он офигеет, когда увидит счет за коммуналку. Купи-купи. Нормальная хата. Наводочка была не фуфлячая. Нормал. Кусечка, я за шампанскими вернусь. А вы уже вернулись из командировки? Кто я? Ну, откинулся недавно. А что? У меня с вашей женой ничего не было. С какой женой? Ну, с Яной. с этим хомяком? Так ты, типа, любовничек хозяйки? В смысле, жены моей? Ах, ты негодяй! Я вам сейчас все объясню. не надо мне ничего объяснять. Ноги моей больше здесь не будет. Я собираю свои вещи, ухожу к маме. Все вот драгоценности, которые ей подарил, все забираю обратно. Недостойна она. Вот, ух, хероси, деньги, которые я собирал всю жизнь. Все. Ноутбук, на котором деньги зарабатываю. Тоже мой, между прочим. А жена моя где сейчас? В ванной. Позвать? Не надо. В смысле, видеть ее больше не хочу. Что-то я еще. Вот, шубу я ей дарил. Коротковатая. Ну, любовь у нас тоже короткая вышла. Вот и все. Любишь ее? Не знаю. Наверное. Не буду мешать вашему счастью. Куда же вы? Осторожней! Зэка, с кем ты сейчас говорил? Муж твой возвращался. В смысле? Он же в Испании. Я с ним полчаса назад по скапу разговаривала. А где ноутбук? А он его забрал вместе с остальными вещами. С драгоценностями, и деньгами, и шубой. Придурок! Че ты сидишь? Быстро звонит в полицию! С округами! Главное, я с виду нормальный мужик.